И всем привет, с вами Каиса и я продолжаю проходить Resident Evil Zero. Так, ну что мы сделали? Мы открыли три двери. Три... Мечи убрались, вот, и двери открылись. Так, пойдемте в одну из них сходим. Тут в холле дверь, да, одна есть, но там туда рано идти, там ничего нету. И в принципе здесь тоже еще рано, давайте возьмем нож, я просто хочу жуков попробовать порезать. Так, поднимаемся наверх. Они просто не проходят здесь. Давайте жуки. А ну получай, получай, гад, получай, сволочь. Собака вонючая, получай. Четыре жука здесь. Получайте, уроды. Вы что, охренели что ли? А ну получай, гад, получай. Охренел, тварь, совсем. А ну получай, гад. Сволочь. Ну давай, получай. Да получай ты, куда ты уходишь? Совсем охренел уже. А ну давай, 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 давай. На тебе, на тебе. На, сволочь, на. Сколько тебе надо-то? А, мало что ли? На ты, блин. Сдохни ты уже, наконец. Давай, 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 били, давай. Так, один подох вроде бы. А ну получай, гад. Так, еще один подох. Давай, давай, давай. Давайте. Ребята, давайте, получайте. Я маньяк, я всех зарезаю. Давай, жуков. Получай, 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 получай. Давай. Фух. Уже палец устал на кнопку давить. Так, еще, еще один остался. А ну получай, гад. Все, все. Зарезали жуков, отлично. Выбрасываем здесь нож. Так, в той двери тоже туда еще рано идти просто. Поэтому не пойдем туда. Так, нам нужно в другую дверь. Спускаемся вниз. И возвращаемся в хоул. Так, ну давайте где-нибудь ленту оставим здесь. Вот здесь оставим ленту. Так. А где это то место? А, это вот здесь вот. Заходим. Так, Ребека, ты тут, да? Будь пока тут. Я пока сбегаю в ту дверь проверить, что там за хрень творится. Вот эта дверь, да. Так, заходим. Так, тут зомби у нас. Берем пистолет. С последними патронами. Ну давай, зомби, ты где? А ну, уйди от меня. Давай, вставай, вставай, вставай. Отлично. Один готов. Давай, второй, иди сюда. Ложись. Отдыхай. Так, семь патронов у нас еще есть. Должно хватить на этого чайника. Давай, 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 поднимайся. Так, готов, да? Отлично. Убираем пистолет. Так, тут больше никого нету. Хоть свеча старая, огонь горит очень ярко. Так, тут две комнаты у нас. Куда бы зайти? Давайте сначала сюда зайдем. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, что у нас тут? А, у нас тут головоломка. С шахматами. За окном виднеется широкая водная гладь озера. Так, нужно посмотреть на шахматную доску. Вот здесь вот. Шахматная доска. Похоже, партия завершилась матом. И вот так вот нужно расставить фигуры. Так, король здесь. Ладья, король. А, нужно короля подвинуть. Так, а где вторая ладья у нас? Здесь черная пешка. А, черная пешка под ладьей. Понятно. Значит, правильно. Надо только короля, значит, подвинуть. Белого. Так, двигаем короля. Нет. Нет, били. Правее. Так, еще чуть-чуть. Так, и под ладью. Под ладью. Да, вот, все. На доске мат. Черному королю. И отлично. Отодвинулась шахматная доска. И под ней книга. Книга зла. Давайте. Бегаем. Заберем эту книгу. Так, давай, били. Отбегай. Вот она. Эта книга. Книга зла. Погодите, здесь есть что-то еще. Дневник Маркуса 1. 4 декабря. Наконец-то мы его синтезировали. Новый вирус. Мы назовем его прародитель. Я хочу взять его с собой и как можно скорее начать детальное исследование. 23 марта. Мой партнер, Спенсер, подал идею основать компанию. Что ж, пока это не мешает изучению прародителя, я не против. Пускай делает, что хочет. 19 августа. Спенсер открыл учебный центр и предложил мне его возглавить. Не знаю почему, но этот человек становится слишком назойливым со своим детищем. Но, думаю, я смогу использовать это в своих интересах. Для исследования столь загадочного вируса необходимо особое место. Место, где никто не будет мешать. Но... 13 ноября. Люди Спенсера. Сегодня от них опять поступили жалобы. Они думают, что прародитель это еще один инструмент для получения выгоды. Вот ведь глупцы. С тех пор, как я занимаюсь своими исследованиями, и без того отвратительный голос этого человека, звучит все громче. Я добьюсь коммерческого успеха прародителя, чего бы мне это ни стоило. Необходимо сделать исследования более предметными. 19 сентября. Наконец-то. Появилась перспектива создания нового штамма вируса на основе прародителя. В результате множества экспериментов, решающих фактором стало скрещивание вируса с ДНК-пиявки. Это первый успех Т-вируса, и первый усовершенствованный штамм прародителя. 23 октября. Бесполезно. Я не могу надеяться на дальнейший успех, экспериментируя на морских свинках. Если я не начну использовать людей в качестве подопытных, исследование зайдет в тупик и уже никогда не выйдет на новый уровень. 15 ноября. Кажется, кто-то заметил мои эксперименты в этой части здания. Но мне плевать. Они помогут моим экспериментам, если будут мешать. 13 января. Дело сделано. Мои прекрасные пиявки. Этим никчемным людишкам никогда не испытать подобного чувства удовлетворения. Теперь я окончательно заткну Спенсера и буду управлять всем. 31 января. Я заметил следы использования одного устройства, спрятанного в моей комнате. Похоже, кто-то искал здесь Т-вирус. Глупые шавки. Наверняка все это дело рук прихвостни, Спенсер. 11 февраля. По нескольким приметам на днях я обнаружил, что кто-то изучал вход в мою секретную лабораторию. Придется принять необходимые меры, если они хотят этого. Но пока что поручу Уильяму и Альберту разобраться с ворами. Эти двое единственные, кому я могу доверять, кроме моих прекрасных пиявок. Спенсер. Это еще не конец. Так, вот мы взяли дневник, здесь больше ничего нет. Так, давайте откроем книгу. Осмотрим. Книга с элегантным переплетом под названием Зло. Для своей толщины книг необычно тяжело. Ну да, открываем книгу. И у нас здесь крыло для дьявола. Черное крыло. Крыло вырезанное из черного камня, похоже, что у него есть пара. Так, ну что ж, здесь больше делать нечего. А, нет, тут есть лента. Опа. Тут есть патроны. Для базуки, да, блин. Надо бы их взять, конечно. Большой глобус. Похоже, он серьезно прогнил. Ну хорошо, вернемся за патронами. Или Ребекку. Ребекка, иди сюда. Так, что у тебя, ничего у тебя нету. Отлично, сейчас поможешь мне. Давай, Ребекка. Давай, ты рядом здесь находишься. Забегай сюда. Бери патроны. Патроны лучше били, отдать. В любом случае. Это особые патроны, такие вот, напалмовые гранаты. Какие-то картины, но они настолько покрыты пылью, что вы не можете разглядеть, что на них. Так. Давай обменяем патроны на ленту. В принципе, крыло тоже можно Ребекке отдать. Так, и пошли вместе. Давай, Билли, выходим. Тут есть еще одна комнатушка. Так, я не знаю, правда, насколько здесь безопасно. Давайте базуку возьмем. Потому что других патронов, увы, нету. Ага, кто-то есть. Кто-то здесь есть. Старое разбитое зеркало, вы не видите даже свои отражения. Тихо, Ребекка, отойди. Ты где, умник? Давай, иди сюда, гад. Я тебя сейчас из базуки сажу. Давай, давай, гад, подходи. Ну где ты? Ага, ты тут. А ну, ложись спать. А, еще один. Так, отход. Берем пистолет. Падай уже. Спать. Так, пробегаем. Убираем на звук пистолет. Патронов нету. Сколько для проведения осмотра? Все просто не в крови. Так, что это такое? Похоже на какой-то химикат. Вам нужен контейнер, чтобы взять его. Так, у Ребекки. У Ребекки есть контейнер, набор для смешивания. Засыпаем его. Зеленый химикат взяли. Вот он он. Давайте его осмотрим. Контейнер с зеленым химикатом помогает нейтрализовать эффект. Отлично. Какой эффект он помогает нейтрализовать? Я не знаю. Ну да ладно. Так, Ребекка. Собирай тут всю траву. На полке лежат различные лекарства и мединструменты. Все они произведены амбреллой. Так, и тут две синие травки. Берем. Берем. О, спрей. Ну, спрей это хорошо, конечно. Но вот патроны. Так, записка есть здесь. Давайте прочитаем ее. Записи участника первой исследовательской команды. Мы обыскали комплексы и обнаружили часть уцелевших химикатов. Они, как и полагается, хранились в специальных баллонах. Мы только начали изучать их. Детали пока не ясны. Но, как оказалось, при определенном сочетании некоторые препараты способны менять свой состав. Добавок ко всему, в хранилище химикатов полный бардак. Скорее всего, это типичный произвол начальства, нежели последствия какой-то аварии. В будущем, после восстановления комплекса, вероятно, возникнет необходимость решить вопрос утилизации этих химикатов. На обратной стороне что-то написано. Красный плюс синий равно серная кислота. Зеленый плюс красный равно стерилизующее вещество. Так, ну вот у нас зеленый есть уже. Зеленый у нас есть. Так, больше тут ничего нету. Похоже, больше ничего нету. Никаких патронов даже, да? Печально, печально. Ладно, выходим отсюда. Так, давай, Билли, бери базуку. Пошли отсюда. Так, ну что нам остается делать? Пойдемте наденем черное крыло на черную статуэтку. Пошли, Ребекка. Так, она не здесь ли часом? Что у нас здесь вообще есть? А, здесь только у нас рыбовик пустой. Понятно. Так, Ребекка, оставляй здесь синие травы. В принципе, спрей тоже можно тут оставить. Так, и пошлите вместе выйдем в холл. Здесь должна быть статуэтка. Так, ну уберем из рук базуку, конечно. Пистолетов все равно нету. А, лента, 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 лента. Давай, Ребекка, бери ленту. Так, и спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Вот она, статуэтка. Отлично. Берем ее. И надеваем крыло. Отлично. Статуэтка дьявола. Давайте осмотрим. Статуэтка в форме дьявола. Так, Ребекка, оставляй здесь ленту. И пойдемте на весы поставим эту статуэтку. Вот он, у нас весы. Фух. Ну что ж, давайте поставим. Опа-на, и у нас проход под картиной. Чаши весов уравновешены. Замечательно. Так, били, били, били. Так, ну мы за Билли пойдем исследовать. В принципе, хилка кое-какая есть. Ну что ж, спускаемся вниз. То бы здесь не был. А здесь наверняка кто-то есть. Вот черт, здесь пауки. Пробегаем мимо них. Так, закрыто. Дверь закрыта. Ладно, пробегаем. Пробегаем мимо пауков. Так, что у нас здесь. Список заключенных из провинственного учреждения. Мэтью К. Мертв, утилизирован. Митш Т. Мертв, утилизирован. Кит В. Подопытный. Северш К. Переведен в исследовательский комплекс. Лоис М. Переведена в исследовательский комплекс. Дэвид А. Подопытный. Кларк С. Переведен в исследовательский комплекс. Елена Дж. Переведена в исследовательский комплекс. Торренс О. Мертв, утилизирован. Кейт А. Переведена в лабораторию Арклай. Джерри О. Мертв, утилизирован. Скотт С. Переведен в исследовательский комплекс. Мишель Ф. Переведена в исследовательский комплекс. Кэрри Т. Переведен в лабораторию Арклай. Роберт А. Переведен в исследовательский комплекс. Приведённые люди должны быть удалены из отчёта. Так, у нас здесь есть трава. Это замечательно. Есть лента. Это тоже замечательно. Есть ещё карта. Подвал центра. Так, давайте подлечимся. Так, да. Используем траву. Так, есть синяя трава. Есть лента. Ну что, куда мы пойдём? Ну давайте синюю траву возьмём. Так, вот тут у нас есть дверка. Заходим. Так, что у нас здесь есть? Пламя загадочно мерцает в воздухе. Так, нам показали на вентиляцию. Окно закрыто. Так, вы не можете. Понятно. Большая вентиляционная шахта. Вы не достанете до неё самостоятельно. Понятно. Значит сюда нужно Ребекку будет привезти. Ребекку будет привезти. Так. Синяя трава. Ладно, выходим пока отсюда. Ребекка. Ребекка. Твой выход. Возьми только ленту. Я не знаю, что ещё взять. Так, а что у нас есть вообще? Синяя трава спрей. Да не, я б только ленту взял. Надо ведь сохраниться. Так, а где я её оставил? А, она внизу, да? Вот она. Ребекка, бери ленту. И ты нужна Билли. Так. Бежим к Билли. Аккуратно. Мимо. Пауки, идите к чёрту. Пробежаем пауков. И будем... Не стало тратить на них патроны. Драгоценные. Так, Билли. Что бы, что бы, что бы, что бы, что бы. Так, Ребекка, бери ленту. Десять штук ленты. Ага. Ну, давайте отдадим Ребекке синюю траву. Билли возьмёт ленту. Так, давайте сохраняться. Завершим, пожалуй, серию на этом. Так, я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова